Девушки отдыхают Милонов отметил, что в ходе разработки законопроекта опирался на мнение врачебного сообщества. Такие операции, говорит, противоречат самой медицине. Они и здоровье портят, и к суициду приводят. Ранее Министерство здравоохранения России анонсировало форму справки об изменении пола, которые будут выдавать врачебная комиссия. Если врачи видят, что парень нормальный, адекватный, то пишут. Произошла переориентация, и тогда можно смело становиться нормальной, адекватной женщиной. Что? Я хочу быть женщиной. Отныне я прошу вас всех звать меня Лоретто. Что? Да, это мое право. Однако депутат заявил, что желающим сменить пол нужна не операция, а психологическая помощь. Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Негодует депутат. Тут у депутата нашлись сторонники среди пользователей Рунейта. Не нужны нам, говорят, эти вот все западные вольности и толерантности. Я не просто мужчина. Я первый в мире белый, азиато-африканский, женщина-мужчина, гей-натурал, президент Америки. Остальные пишут. Других проблем в России нет. Гоняться за трансгендерами. Операции-то не из дешевых. А у нас даже на смену пола в ванны не у всех хватает. До скорых встреч.